Чем ты занималась 13 апреля? В этот день я провела время с семьей. На улицу выходила только в магазин, да и в общем отдыхала от непростой учебной недели. Интересно. А вот мои друзья были на техническом фестивале. Ого, я слышала об этом. Ну, увы, знаю немного. Не беда, Катя расскажет. Религия, искусство и наука – это ветви одного и того же дерева. Так говорил Альберт Эйнштейн. 13 апреля в Центре детского научно-технического творчества «Спутник» прошел восьмой районный фестиваль технического творчества, посвященный десятилетию науки и технологии в Российской Федерации, году семьи, а также приуроченный к 45-летию Центра детского научно-технического творчества «Спутник». Участников около ста, может быть побольше ста. География – это, получается, Оленевские школы все, станция Евсина, Черноречка, Белово-Устьом, мосты Елбаши, Лига Стаева. Участников делили на группы – ребята детского сада и школьники с 5 по 11 класс. Фестиваль проходил в шести направлениях, в каждом из которых были свои сложности, задачи и интересные задания. Открытая муниципальная олимпиада 3D-моделирования и прототипирования соорганизатор Новосибирский государственный педагогический университет. На этом этапе задача для ребят была создать трехмерную модель гидроцилиндра, используя технологии объемного моделирования с помощью 3D-принтера. У нас сейчас две группы учащихся – младшая и старшая группа. У младшей группы задача замоделировать объект, в данном случае это пневматический поршень. А у старшей группы та же самая задача, только еще и с печатью, непосредственным изготовлением. Открытая муниципальная олимпиада лаборант химического анализа соорганизатор Новосибирский химико-технологический колледж имени Меделеева. В этом году конкурсантам было необходимо проанализировать обротец воды на определение временной, постоянной и общей жесткости. Третье направление – семейная мастерская авиамоделирования. На этом этапе задача школьников была изготовить самолет, который удалось испытать после сборки. В семейной мастерской мультипликации участникам, ребятам старших групп детского сада, рассказывали, как снять мультфильм с помощью своего телефона. Если бы мы нарисовали руку, вот такую, да, ременную, без изгибов, она бы что могла делать? Просто вот так вот, да. А что может делать наша отца? Она может плавненько. Плавненько, плавненько, да? Русалочка плавненько поднимает ручку. И что делает? Плавненько. Ах, ну и я, таким вот образом красиво, да? На мероприятии можно было принять участие в профориентационных интенсивах, по завершению которых каждый мог получить сертификат участника. Первый интенсив – оператор БПЛА. Ребята могли самостоятельно управлять беспилотными летательными аппаратами, а также познакомились с профессией оператора БПЛА ближе. Мы так разделили на два потока, просто ограниченные количеством квадрокоптеров, ну и в перерывах нужно успеть зарядить батареей. Сейчас в течение 40 минут батарея зарядится, и еще 7 ребят придет ознакомиться с этой профессией. Профориентационный интенсив «Передовая инженерная школа НГУ» проходил на нескольких практических площадках – ГЕО, микроэлектроника и БИО. В данный момент меня пригласили поработать на программе «Общая идеология», которая реализуется на базе Центра «Спутник» для детей 6-7 класса. С детьми постигаем азы общей идеологии, готовя их к тому, чтобы они стали специалистами, я надеюсь, которые будут работать на благо государства нашего, искать полезные ископаемые различные, такие как золото, антрацит, нефть, газ, уголь, ну различные. Помимо этого была организована выставка. В ней приняли участие 143 воспитанника образовательных организаций из Китимского района в нескольких номинациях. Стендовое моделирование, конструирование и моделирование, архитектурно-строительное макетирование, мой робот и мастерим всей семьей. По итогам фестиваля каждый участник получил диплом или сертификат, а самое главное – набрался несбываемого опыта и получил удовольствие, занимаясь любимым делом. Продолжение следует...